Всем привет, друзья! Это обзор новой 203 главы манги Ван Панчмана, в которой Гару и Стальная Бита сражаются спиной к спине. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк к этому видео. Ну а с вами, как всегда, Аниманка, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, на обложке мы видим Гару вместе с Стальной Битой, которые стоят спиной к спине. Что говорит об их совместной битве против Многоножки Мудреца и Сайтаму, который явно поймал волну на авианосце. Далее мы видим техники Гару и Биты в деле. Кстати, их атаки очень похожи. Вот Бита использует Дикая Торнато. А Гару – вихревой горный поток. Кулака – ревущий ауры, разрывающий бездну. Из-за таких сильных атак Многоножка получает урон. Но она очень быстро регенерирует. И Гару понимает это. А вот Многоножка Биту даже всерьез не воспринимает. И думает лишь о том, чтобы избавиться от полумонстра. То есть от Гару. Который в это время говорит Бите, что нужно атаковать ее с головы до хвоста. А тот считает это невозможным, в то время как Гару бежит атаковать. А Бита не может угнаться за ним. Мы все должны понимать, что Гару намного сильнее Биты. Хоть я и признаю силу Биты, но думаю он не настолько силен. Надеюсь, в скором времени нам объяснят ослабление Гару в предыдущей главе. Когда его скорость и силы явно были унижены. Это сугубо мое личное мнение. Что вы думаете об этом, напишите в комментариях. Итак, вернемся к этой главе. Далее нам показывают вертолет с эвакуацией. Который не может взлететь выше Многоножки. Чтобы избавиться от ее преследования. В аншоте, герой Б-класса. Стреляет из винтовки в Многоножку. Но все без толку. Так как она находится далеко. А правый глаз героя, как мы видим, поврежден. Из-за чего он и не может достать монстра. Также мы замечаем, что Многоножка-мудрец. Действительно намного больше Многоножки. Которую мы видели в конце второго сезона. Итак, герои замечают стальную битву вместе с Гару. Которого они принимают за героя. Так как он дерется спиной к спине сбитой против монстра. Действительно. Гару не является монстром. Хоть и выглядит таковым. Вспомните момент, когда Гару во сне дрался против темноблеска. Еще как он сражался против серебряного клыка Бенго и его брата Бомба. В эти моменты он был не в себе. То есть можно сказать, что это была сущность монстра. А не просто драка во сне. И как мы видим, хоть Гару и хочет стать абсолютным злом. Глубоко в душе он не хочет окончательно стать им. То есть он не теряет свою человечность. Любовь к своему бывшему учителю Бенго. И желание защитить мальца Терео. Избавили его от сущности монстра. Да, он выглядит как монстр. Повторюсь. Но он в своем уме. Так что можно сказать, что Гару тот же самый парень. Которого мы видели во втором сезоне. Многоножке удается схватить вертолет. Тем самым используя его как приматку для Гару и биты. Которых он сразу же атакует. Это видят герои и пытаются помочь им. Мехаэспер приполз к ваншотеру. И говорит, что будет его ведущим глазом. Чтобы тот смог попасть по монстру и помочь героям. И когда многоножка хватает Гару. Ваншотер стреляет в глаза монстра. Из-за чего тот отвлекается. А Гару выбирается из лап многоножки. После чего сразу атакует его. Герои, в том числе Секингал. Радуются тому, что смогли отбить атаку монстра. Но длилась эта радость у ваншотера недолго. Так как оружие у него опять заклинило. Напоминаю, когда они только атаковали ассоциации монстров. Случилось то же самое. Тем временем Гару вместе с Битой рубят усы-многоножки. Которыми он схватил вертолет. Стальная Бита говорит, что каждый урон, который он получает. Делает его сильнее. Гару с ухмылкой посмотрел на Биту. И сказал, что тот ни капли не изменился. Так как Бита пешком добирался до поля битвы. Он по пути видел стадион с сетью. Куда и попросил Гару выбросить вертолет. За который тот ухватился. Что Гару и делает. Заложники и герои успешно спасены. Осталось разобраться с Многоножкой. Бита говорит, что сам с ним разделается. И Гару то же самое. А вот Многоножка говорит, что с самого начала ему даже не было дело до стальной Биты. И даже то, что они объединились. Не поможет противостоять его 6666 ног. Многоножка со всей силы атакует Биту и Гару. Который говорит о том, что им нужно разобраться с генерацией монстра. Так как все их атаки бессмысленны. Бита предлагает просто раскрошить каждый дюйм монстра. Гару применяет технику вихря водяного потока. А Бита свою технику боевого духа. Одновременно им удается отбить от этого монстра и даже нанести огромный урон с головы до самого хвоста Многоножки. Которая не ожидала от этих двоих такую сильную атаку. Дело в том, что техники обоих усилили разрушительную силу друг друга. Тем самым получилась такая сильная атака. Бите удается сломать экзоскелет монстра. Но тот атакует его в ответ и откидывает. А Гару в это время в буквальном смысле пролетает сквозь монстра и хладнокровно выдывает его сердце. Ногоножка понимает, что не может регенерировать без своего сердца. А Гару вспоминает, что то же самое было и у короля монстров Орочи. Своего рода ядро. Ногоножка в панике просит свое сердце обратно и накидывается на Гару. А тот бросает сердце в воздух, как приманку. Многоножка летит за ним, как и Гару, который, я думаю, расправится с Многоножкой своей финальной атакой. Бита без сил лежит на земле после атаки Многоножки. И говорит, что Гару должен победить. И что скоро у них должен быть реванш. На этом моменте глава заканчивается. А новая выйдет лишь через две недели. Но это не точно. Что ж, глава мне не очень сильно понравилась. И, наверное, именно по этой причине я так затянулся обзором и озвучкой. Постараюсь больше так не делать. Что бы то ни было, в следующий раз я поделюсь с вами новостями по манге, как только выйдет новая глава. Обзор в тот же день. Озвучка на следующий день. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось. А также не забудьте подписаться на канал. Всем огромное спасибо. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok